Всем привет! Есть такие автомобили, которые считаются очень надежными, но они скучны, как пустынный пейзаж. И об одной такой машине мы сегодня и поговорим. Наверное, вы догадались о какой. Итак, встречайте, Toyota Camry 5-го поколения. Эта машина появилась в 2011 году и была невероятно скучна, особенно дорестайлинговый вариант, как в нашем случае. Но через пару лет у японских дизайнеров что-то щелкнуло, да и в целом Toyota пообещала больше не делать скучные тачки. Поэтому рестайлинговые Camry образца 2014 года стали ярче и интереснее. Но сейчас не об этом. Как всегда, наши обзоры про надежность, поломки, а также про эксплуатацию автомобилей. Не переключайтесь, вы узнаете много всего интересного. А если не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. Итак, начнём, как всегда, с кузова. У Toyota есть проблемы с коррозией, особенно у дорестайлинговых машин, как в нашем случае. Наша машина 2011 года. Так вот, у этих машин ни с того ни с сего начинал ржаветь капот и крышка багажника. Но дилеры исправляли этот момент по гарантии. Поэтому перед тем, как вы будете покупать дорестайлинговую Toyota Camry 5-го поколения, обязательно осмотрите кромки капота и крышки багажника особенно изнутри. Идём далее. У дорестайлинговых машин, которые эксплуатировались в условиях суровых зим, ржавчина лезет по кромкам и завальцовкам. Частенько у дорестайлинговых машин двери уже перекрашены владельцам. Так вот, знайте, вытравливание ржавчины на этих участках – это сложно и очень часто недолговечно. Далее. Уделяйте внимание колёсным аркам. Также вот этому участку крыши над лобовым стеклом. Далее обязательно очищайте полости в передних крыльях, то есть снимайте локеры и всё там тщательно вычищайте, потому что там всё от грязи и влаги начинает киснуть и появляется коррозия. Ещё частенько коррозия появляется в местах контакта крыльев с бамперами. Краска сначала здесь вспучивается, ну а затем там появляется коррозия. Помутневший хром и стекла фар – это свидетельство пробега за 200 тысяч километров. Но, кстати, фары очень хорошо поддаются полировке. Ещё, естественно, проблема – это днище. Оно ржавеет, но пока не до дыр. Об этом мы подробнее расскажем на СТО. Интерьер вот этой машины в пятом поколении пытается выглядеть как бизнес-класс, но особо ему это не удаётся, потому что ну нельзя вот этой Тойоте прыгать выше Лексуса. Итак, добро пожаловать в салон. Первое, что может напрягать или будет напрягать со временем, это износостойкость салона. Едва ли тут что-то отвалится со временем, но точно протрётся. Хотя, как видите, вот в нашей машине дорестайлинговый салон выглядит очень даже хорошо. Глянцевые поверхности интерьера могут быть чисто пластиковыми либо имитировать ценные сорта древесины. Оставляют на себе все следы неаккуратной эксплуатации. У дорестайлинговых машин быстро проминается водительское сидение, особенно если водитель крупной и тяжёлой. Тканевая обивка сидений очень долговечна, а кожаная часто трескается уже к пробегу в 100 тысяч километров. Трещины не сквозные, но достаточно неаккуратные. Нередко у этих машин скрипит центральный подлокотник при надавливании на него локтем. Так вот, именно из-за чрезмерного надавливания возникает суть этой проблемы – пластик под обивкой этого подлокотника трескается. Поклонники этих автомобилей просто снимают крышку подлокотника, разбирают её, чтобы подобраться к трещинам с обратной стороны. А затем они просто подклеивают и армируют участки с трещинами. Также у Camry 5-го поколения нередко ломаются тяги, подвесы, крышки бардачка или сам замок бардачка. А ещё лопаются шестерёнки плавного открытия-закрытия очёчника. Некоторые владельцы жалуются на сверчки в салоне, но мы считаем это наименьшей неприятностью. Электроника у Camry абсолютно беспроблемная. Тут нет проблем ни с проводами, ни с кнопочками, ни с исполнительными механизмами. Силовые агрегаты у Toyota Camry в пятом поколении сплошь бензиновые и атмосферные. А после рестайлинга инженеры замахнулись на непосредственный впрыск топлива. Естественно, есть ещё и гибридная версия. Итак, до рестайлинга самым младшим двигателем в гамме был двухлитровый старичок 1AZ. Этот двигатель появился в 2001 году и очень хорошо себя зарекомендовал. Однако у него была проблемка вытягивания резьбы болтов ГБЦ. И вот эта проблема сплошь и рядом происходила в середине двухтысячных годов. Так вот, триггером для этой проблемы был перегрев двигателя. А вот когда этот двигатель появился на Camry пятого поколения, то он полностью был исцелён от этой дорогостоящей болячки. Но специалисты, вернее фанаты марки Toyota всё-таки советуют не заигрываться с этим двигателем и не доводить его до перегрева. Плюс ещё не надо без повода снимать ГБЦ, потому что велика вероятность срыва резьбы в блоке, даже если болты были затянуты с правильным усилием. Из реальных эксплуатационных особенностей двигателя 1AZ вспомним достаточно частую течь масла по заднему сальнику коленвала, а также ещё раз в 50 тысяч километров будет не лишним почистить компоненты впускного трактора, то есть дроссель, расходомер, ну а также сам впускной коллектор. После рестайлинга старый двухлитровый атмосферник ушёл на покой и на его место пришёл новый двигатель 6AR FSE. У него комбинированный впрыск и во впускной коллектор, и непосредственно в цилиндры. У этого двигателя усовершенствованная система фаз газораспределения, то есть работает в более широких диапазонах, что позволяет этому двигателю работать по циклу Миллера-Аткинсона, то есть геометрическая степень сжатия 12,7, то есть качественный 95-й бензин обязателен. В остальном такой двигатель очень надёжный, хотя в 2016 году его подзывной компанией перепрошивали из-за некорректной работы клапана EGR. Ну и ещё к пробегу в 200 тысяч километров может растянуться и зашуршать цепь ГРМ. В пятом поколении Camry выпускалась с двигателем 2AR FE. Это действительно очень надёжный мотор, который без труда пройдёт 500 тысяч километров, хотя он алюминиевый, с чугунными гильзами, с цепным приводом ГРМ, и у него есть пару фазовращателей. И вот если этот двигатель находится не в слишком заботливых руках, то есть владелец экономит на моторном масле, то не удивляйте жору масла. А вот если двигатель находится в нормальных заботливых руках и масло меняется каждые 10 тысяч километров, то жора масла не случится. А вот если начал мотор есть масло, то средства раскоксовки помогают. Цепь ГРМ служит 300 тысяч километров легко и даже 500 тысяч километров, если масло качественное и не пробежавшее. А ещё эти двигатели, кстати, ругают из-за износа фазовращателей преждевременного. Но эта проблема в 2013-2014 годах была решена в рамках отзывной кампании. Так вот, на износ этих самых фазовращателей указывает такой громкий, цокающий и хрюкающий звук, который исчезает через пару секунд. И вот именно этот симптом и устраняли по гарантии. А ещё предупредим о такой особенности двигателя 2,5-литрового 2АР-ФЕ. Так вот, у него балансирные валы находятся в одном модуле. Так вот, в этом модуле есть несколько шестерен. Так вот, эти шестерни некоторые композитные, а некоторые стальные. Так вот, есть очень редкая проблема разрушения этих шестерен. И вот после этой неприятной проблемы вот этот мотор начинает работать с реальными такими большими вибрациями. А ещё бывают случаи, когда из-за модуля балансиров появляется глухой стук. Его источник в демпферном механизме балансиров, где использованы простенькие резиновые «бабышки» вставки между металлическими компонентами. Похоже, сами японцы были не в восторге от такого модуля и в 2014 году заменили его на улучшенный с остальными шестеренами. Но ещё раз обратим внимание, что такие проблемы с балансирами очень редки и встречаются на моторах старше 2014 года. А в целом этот 2,5-литровый бензиновый V6 очень надёжен. Ну, если пробег перевалил за 200 тысяч километров, то следите за помпой и будьте готовы устранять разнообразные течи по прокладкам и сальникам. Конечно же, в пятом поколении Toyota оснащалась могучим V6 объёмом 3,5-литра 2GR FE, который обрушивает на передние колёса 270 л.с. или до налоговых примерно 249 л.с., если автомобиль предназначался для российского рынка. Этот двигатель феноменально надёжен и неприхотлив. Есть мнение, что его аппетит в 15-17 литров бензина компенсируется отсутствием дорогостоящих компонентов на протяжении всего срока эксплуатации. Все немногочисленные болячки были исправлены до появления этого двигателя на Camry 5-го поколения. Нужны витамины для вашего автомобиля? Надо устранить угар масла, защитить двигатель от задиров, поднять компрессию, убрать стуки вибраций, продлить ресурс двигателя, трансмиссии топливной системы, защититься от перегрева, снизить расход топлива, избежать замену форсунок, удалить запахи из вентиляции и многое другое. И Супротек вам в этом поможет. А Автостронг стал официальным дилером компании Супротек. Супротек – это трибосоставы для двигателя, которые восстанавливают повреждения при холодном запуске, плюс защищают двигатель от износа при частичных перегревах. Также Супротек – это присадки для двигателей и трансмиссии, для гидравлики, для топливной системы. Также есть средства для ухода за автомобилем, а также есть моторные масла и смазочные материалы. Добавь своему автомобилю ласки и смазки вместе с Супротек. Ну а где покупать это все, вы знаете, в Автостронге. Ссылочки и подробности будут в описании. Заходите на наш канал. Все двигатели у Toyota Camry в этом поколении работают в паре с автоматами. Старый двухлитровый дорестайлинговый двигатель работает с нерасторопным четырехступенчатым автоматом. Но этот автомат просто нереально надежный. Все остальные версии работают с шестиступенчатыми автоматами, кроме гибридной. Так вот, трансмиссия U760E свободно проходит без проблем 200 тысяч километров. А если менять вне масла каждые 60 тысяч километров, то тогда она пройдет и 400 тысяч километров. То есть такие автоматы в этом случае идут на ремонт. И то из-за износа фрикционной накладки, муфты, блокировки гидротрансформатора. А вот трансмиссия U660E, которая работает в паре с 3,5-литровым V6, то есть ее ресурс зависит от темперамента владельца. То есть если он будет наказывать со светофора каждый раз других автомобилистов, то тогда эта трансмиссия отправится на капремонт уже при пробеге в 100 тысяч километров из-за изношенных фрикционов. А при нормальном отношении эта трансмиссия служит примерно 300 тысяч километров. Ну и напоминаем, что в Автостронге есть еще подразделение Мотостронг. Мы сами привозим отличные мотоциклы из Европы, подбираем байки с минимальными пробегами и продаем с полным пакетом документов. Нужен отличный мотоцикл обязательно в Мотостронг. Ссылочки будут в описании. Ну и в Автостронге, кроме отличных БУ запчастей, есть еще абсолютно новые и технические жидкости. Обязательно обращайтесь к нам, пишите в мессенджеры, звоните нам и заходите на наши сайты. Ссылочки будут тоже в описании. Ну а сейчас мы едем на СТО, чтобы подробнее вам рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. С подвеской Toyota Camry никаких проблем нет. Она и комфортная, и надежная. Но есть проблема с закусыванием. Так вот, эта проблема пришла еще с других Toyota. И связана она с закореванием крестовин рулевого вала. Так вот, такой рулевой вал стоит новый 350 долларов. Но для ремонта можно поменять нижнюю крестовину отдельно. Шаровые опоры передних рычагов меняются отдельно. Служат примерно 150 тысяч километров. И цена за оригинал не огорчает. Сам рычаг, то есть рычаги стальные, а вот родные сайлентблоки отдельно для этих рычагов не продаются. Один такой рычаг оригинальный стоит 200 долларов. Нормальные заменители в 3-4 раза дешевле. Оба неоригинальных сайлентблока обойдутся по цене примерно от 10 до 30 долларов. Передние амортизаторы служат порядка 180 тысяч километров. Если удастся найти оригинал, то он обойдется по 400 долларов за штуку. Но есть заменители именитых брендов по 50 долларов. И это очень даже неплохо. Самые востребованные детали подвески – это тяги стабилизатора и втулки стабилизатора. Ходят примерно 60-80 тысяч километров. Значит, оригинальные тяги стоят по 30 долларов, втулки по десятки. А вот неоригинальные такие позиции, естественно, намного дешевле. Задняя подвеска у Toyota Camry 5-го поколения независимая и суперпростая. По три рычага на каждое колесо служит такая подвеска примерно 150 тысяч километров. А рычаги продаются по стоимости от 40 до 120 долларов. Все здесь очень надежно. И предложений от неоригинальных производителей предостаточно. При владении вот такой Toyota лучше один раз в два года обслуживать тормозные суппорты, потому что они закисают. Но еще хотелось бы добавить, что передние тормозные диски слабоваты. Они могут деформироваться от одного мощного торможения. Ну а теперь вернемся к коррозии днища, как и обещали. Обратите внимание, что вот именно этот автомобиль от антикорен. И днища у него выглядит прекрасно. Но на других машинах под кузовом все, включая подравнику, подвеску, трубки, покрыто здоровенным слоем ржавчины. Особое внимание уделяйте тормозным трубкам и трубкам от топливной горловины к баку. Все остальное по желанию. Если планируете ездить на Camry долго и счастливо, то днища следует отпискоструить и покрыть антикором. Вот такая вот Toyota Camry в пятом поколении. Рассказать о ней особо нечего. Она ездит и не ломается. Но владельцы единственное, что жалуются на оригинальную краску. Слой краски и лака тонкий, чуть что отваливается. Все и царапается. Ну а вы что скажете о надежности этой машины? Либо же немцы лучше? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Ну а с вами всегда была, если будет, компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok.